Всем привет, меня зовут Михаил, я фитнес-тренер со стажем больше 10 лет. И в этом видео хочу выдать вам топ-5 ошибок, которые совершают худеющие люди. Первая и самая распространенная ошибка – убрать жир из еды. Человеку кажется, что если он не будет есть калорий больше, чем тратит, то, соответственно, он будет худеть. Вместо того, чтобы преодолеть желание много есть, человек пытается найти какой-то лайфхак, как бы сделать так, чтобы есть много еды и не набирать лишний вес. Соответственно, если выдернуть весь жир из рациона, то получается еды довольно много и калорий относительно мало. Но эта еда противная, безвкусная, есть ее невозможно, потом люди срываются и набирают лишний вес. Если же они каким-то чудом держатся и не срываются на обезжиренном рационе, то они все равно набирают. За счет того, что углеводы без жиров заставляют выделяться инсулин, и инсулин является транспортным звеном, который переносит жир вам под кожу. Поэтому обезжиренная еда – это прямой путь к ожирению. Вторая ошибка в нашем топе – это попытка отказаться от сладкого и периодическое выдергивание каких-то продуктов, которые считаются вредными. Вместо того, чтобы навести порядок в своем питании и пищеварении полностью, человек пытается как-то точечно воздействовать, потому что навести порядок полностью лень, а вот сделать какую-то маленькую постную фигню, если вы постоянно боретесь с вредными продуктами, не только со сладким, с любыми вредными продуктами, вы постоянно о них думаете, и вы их начинаете хотеть. Соответственно, рано или поздно вы срываетесь, и, пожалуйста, вы набираете свой лишний вес. Поэтому думать нужно не о том, чтобы исключить, какие есть вредные продукты. Нет таких продуктов, отказавшись от которых, вы чудодейственным способом как-то похудеете. Нужно думать не о том, что исключить, а о том, как навести порядок. То есть нужно думать о том, что нужно есть, что ставить в приоритет, что должно быть в вашей еде, и полезные продукты должны вытеснять вредные продукты, а не наоборот. Потому что если у вас налаженное пищеварение и правильный рацион, вам просто не хочется думать о вредных продуктах, и, соответственно, не нужно с ними бороться. Третья ошибка – это попытки похудеть исключительно за счет диет. Правильная диета плюс правильно подобранные тренировки – это будет всегда легче в несколько раз, чем просто худеть за счет диет. Если просто худеть за счет диет, то вам нужно будет силы воли в разы больше, чем какая-то диета плюс наличие каких-то минимальных нагрузок. Любая диета, у которой нет цели отладить пищеварительные процессы, обречена на провал. Вы подержитесь какое-то время и сорветесь. Для того, чтобы настроить пищеварение и обмен веществ, нужно обязательно двигаться. Похудеть без физических нагрузок можно, но это будет в разы труднее. И пятая ошибка в нашем топе – это отсутствие системного подхода. Чтобы добиться результата, нужно учесть очень много факторов. Нужно тщательно проанализировать образ жизни человека, его привычки, его предпочтения по тренировкам, дать ему то, что он будет делать из того, что сработает на нем, определить уровень силы воли, который у него есть, и подогнать тренировки питания таким образом, чтобы он смог это выполнять до похудения и после похудения. Мы же не хотим набрать после того, как похудеем, правда? Поэтому нам нужно гармонично вклинить питание и тренировки в ваш образ жизни. Если этого не сделано, то результата не будет. Ну а если результат какой-то будет, то он очень быстро потеряется. И чтобы применить этот системный подход, нужно обратиться к специалисту. Обычно же люди пытаются худеть в попытке что-то угадать, и поэтому вероятность успеха не более 2%. Еще две ошибки, которые не вошли в наш топ, но я считаю необходимым о них сказать. Попытки похудеть за счет изнурительных нагрузок и каких-то голодных бухенвальдовских диет. Это очень частая ошибка, ее делают не только какие-то худеющие самовучки, ее еще очень часто делают инструкторы в тренажерном зале. То есть пытаемся разогнать свою психику, по максимуму себя замотивировать, выдержать вот этот самый тяжелый жесткий период до похудения, там месяц, два, три. Похудели за счет изнурительных физических нагрузок и бухенвальдовских диет, а потом понимаем, что просто не можем удержаться в этих рамках. Дальше идет срыв, и вы набираете еще больше, чем похудели, и еще, кстати, теряете здоровье за счет таких изнурительных диет и тренировок. При грамотном подходе, если человек хочет похудеть, то нужно думать не о том, как похудеть, а о том, как наладить работу своего организма, отладить пищеварение, отладить режим, отладить тренировки, отладить питание, и сделать это так, чтобы получить нужный результат, чтобы прибавить здоровье, чтобы вы лучше себя на этом всем чувствовали, и чтобы весь этот здоровый образ жизни достаточно хорошо вклинился в ваш привычный образ жизни. Потому что любая схема, которую вы не будете систематично выполнять, не будет на вас работать, это логично и понятно. Если отладить работу организма за счет правильного питания, тренировок и режима, то организм просто отказывается от всего лишнего, и вам не нужно думать о калориях, не нужно вечно бороться с голодом, а потом вы очень быстро привыкаете, и вам кажется, что вы таким были всегда и никогда не имели лишнего веса. И седьмая ошибка – это убеждение, что вы всегда успеете похудеть. Если вы решили похудеть, то нужно делать это сразу, уцепиться зубами за эту проблему, и не отпускать, пока вы не решите окончательно и полностью. Обычно люди просто худеют от случая к случаю как-то левой ногой по выходным, какими-то диетами, это исключил, это добавил, это убавил. Это не дает результатов, потом получается много безуспешных попыток, и человек такой себе лет через 10, я все попробовал и ничего не сработало. Поэтому похудеть невозможно. И к 30-35 он уже смирился с тем, что он жирный. Ну а после 35, особенно это касается женщин, если она носила до 35 лет в себе 30 плюс лишних килограммов, то худеть потом уже страшно, потому что излишки кожи, которые после этого останутся, тела ее уже не будет таким, как в 20 никогда. Поэтому женщинам особенно важно худеть как можно раньше. Но я лично не вижу смысла проводить лучшие годы своей жизни с лишним весом. Это были топ-7 ошибок, которые я считаю самыми важными. Я не буду вам желать похудевшего животика. Я желаю вам захотеть похудеть. Так захотеть, чтобы вы не перехотели, пока не похудеете. Человек, который захотел, он найдет способ и возможность это сделать. Не забудьте также поставить лайк и подписаться на мой канал, нажав на колокольчик.